МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дана оценка соблюдения требований жилищного законодательства со стороны обслуживающей организации, органов местного управления, межведомственной комиссии. Вот так выглядит дом на 27 октября. Части стены по-прежнему нет. Удобства на улице, одна газовая плита на всех жильцов. Принять душ негде, а вот и сама душевая. Назовем ее так. Но ведь здесь холодно. А здесь никто и не моется. Вы же сами подумайте. Посмотрите, вот сюда, видите, здесь улица. Ох, хоп, и сразу улица. То есть мыться. Да, они нам предлагают здесь стирать, мыть, мыться. Не знаю как, каким образом. А да, кстати, воды-то уже и нету. Они же отрезали ее. Вот это у нас плита для 51 человека. Одна плита. Одна плита. И хочу заметить, у нас на втором этаже два инвалида без нижних конечностей. Средь ночи мы должны бегать. А в моем возрасте тяжело туда ходить. Все это беспокойное хозяйство пытаются подлатать двое рабочих. Стольких мы увидели своими глазами. Но латать, говорят жильцы, их дом бессмысленно. Нужен снос. Но аварийным дом не признают. Это шлакоблок, извините, этому зданию 72 года. Его сносить надо. Его не надо ремонтировать. Здесь люди по 40 лет стоят в очереди. В этом двухэтажном общежитии живет 51 человек. Живет практически под открытым небом. На пороге зимних холодов. Мы подали жалобу в прокуратуру. Мы в Единую Россию написали. Мы обратились в администрацию президента. Мы будем следить за ходом событий за судьбой жильцов этого многострадального дома.